Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, дорогие друзья! как раз, да? Да, воспользоваться моментом и со слушателями ещё раз это проговорить, потому что, мне кажется, те, кто послушают нашу программу, хотя бы будут иметь правильные определения. Это очень важно. Давайте с этого как раз и начнём. Да, тогда, собственно, давайте начнём с того, что agile – это философия, и, ну, если хотим, философия, в которую заложены определённые ценности, да, то есть это вот можно, ну, люди, многие не любят сравнивать с религией, я люблю, потому что оно очень многое расставляет на свои места. Это некий образ мышления. Да. Образ мышления, который, в свою очередь, формирует определённые модели поведения и отношения к реальности. Да, да, то есть, ну, вот есть же заповеди, да, какие-то, и здесь точно так же. И очень заметно, например, становится, если можете посмотреть, тексты какие-то, опять же, там, телевизионные, газетные, где люди, вот, когда говорят, мы делаем agile, например, да, как из контекста выровано, мы делаем agile. Если подставить какую-нибудь религию вместо слова agile, мы делаем буддизм, сразу режет слух, да, как бы, мы же не можем делать буддизм, мы его проповедуем, верим в него, да. Мы живём в согласии. И как только вы попытаетесь слово agile заменить каким-то религиозным термином, буддизм, там, не знаю, иудаизм, христианство, если предложение теряет смысл, то сразу же... Это уже не agile. Это уже не про agile. Человек не понимает, о чём говорит тогда, да, поскольку это вот некая философия. Дальше, если уж, ну, разобраться с терминами, давайте, о чём философия, да, и зачем вообще отцы-основатели захотели вот этих гибких компаний. Ну, то есть agile, если всё-таки на русский переводим мы гибкий, хотя это тоже не совсем точный перевод, потому что в английском языке, когда agile, он не совсем гибкий, это скорее про упругий, потому что если нажмёшь на agile английский, он назад нажмёт, а в русском на гибкий нажмёшь, он как по корону согнётся просто. Вот. И это, конечно, не про то, что мы все прогибаемся, да, то есть это не про прогибание, что нас кто угодно прогнёт, вот, это про то, что всё-таки мы такие упругие немножко, да, немножко можем давануть и в обратку, если на нас давят. Вот. Ну, ладно, всё равно на русский лучше слово, чем гибкий, не нашли, и это проблема с переводами на любой язык есть. Но давайте вот всё-таки вернёмся, да, к agile, это какая-то гибкая компания. Кстати, изначально отцы-основатели думали не про слово agile, а про слово адаптив. Адаптивная. компания. Единственная беда была, что один из них, из семнадцати вот этих людей, которые участвовали во встрече, Джим Хайсмит, он уже написал к тому времени книгу «Adaptive Software Development», и, конечно же, они все испугались, что если они выберут слово «адаптив», то он получит все лавры, да. Поэтому они сказали, давайте ещё искать, и вот тогда нашли agile, хотя по смыслу всё равно люди хотели, ну, вот, донести до нас, что это компания, которая умеет подстраиваться под вечно меняющийся мир, да, и тогда вот ради чего всё это затевалось, ну, есть вот три пункта совершенно конкретных, про которые отцы-основатели говорили. Первое – это про то, что гибкие компании, они стараются увеличивать ценность для клиента любыми доступными способами, да, вот увеличить, как сделать так, чтобы ваша компания приносила ещё больше ценности для клиента. Раз. Два – это как снижать транзакционные косты. В каждой из компаний есть какая-то тропинка по доставлению ценности, да. Ты, хотя отлично я назвал тем, болото. Болотистая тропинка. Такая местность, и никто не знает, где там трясины или что-то ещё. Вот, да, и это, собственно, то, как мы на сегодняшний день доставляем эту ценность до клиента. У нас не все процессы эффективные в компании, да, у нас есть много каких-то вещей, которые неоптимальным образом настроены, и все эти… Это всё стоит денег, само собой, да, если вам надо, не знаю, чтобы выписать железяку, собрать 17 подписей, это же деньги, это время, время, и мы эти деньги всё равно перекладываем на наших клиентов. Косты на клиентов, да. И эта история, вот, отец основатель говорит, слушайте, давайте вот гибкие компании, они будут стараться снижать эти косты, мы будем работать над собой, над нашей организацией, над эффективностью наших процессов. И превращать эту болотистую тропинку в хайвей, да, асфальтированный восьмиполосный, по доставке ценностей до клиента. Соответственно, и третий пункт, который тоже, ну вот, обсуждали активно и говорили, что гибкие компании – это именно про это, это как снизить стоимость изменений в компании, как сделать так, что если вы понимаете, что мир поменялся, вы вчера были банком, а сегодня хотите стать страховой компанией, сколько вам это будет стоить? Перестроить все процессы, там, всем людям, ну, как вот, хорошая аналогия, да, в английском есть, turning on a dime for a dime, как развернуться на десятицентовой монете, она такая маленькая очень и ничего не стоит, да, как развернуться, ну, если на русский переведем, то как развернуться на копейки за копейку, вот, как можно сделать так, что наша компания так быстро реагирует на изменения в окружающем мире, мы перестраиваем свои продукты, процессы вот так задешево и так быстро. И, собственно, гибкие компании вот охотятся именно вот за этими тремя вещами. Если мы посмотрим на них, то, понимая, на что эти компании охотятся, сразу, ну, видно, например, что они не охотятся за дешевизной, да, например, туда никак, они не озабочены вообще вопросом дешево, потому что у них про другое, это про дешево нам не надо, нам надо гибко, да, и гибко иногда имеет цену, иногда это не дешево, да, иногда, ну, хороший пример, это кросс-функциональные команды, некоторые люди, ну, очень негативно реагируют в сторону, говорят, слушайте, а как вот мне там, не знаю, мне дизайнер не нужен в проекте навсегда, он мне нужен на 5%, что же я, дурак его сажать туда в команду, это же дорого. А мы ему говорим, слушай, это не про дорогую историю, это история, ты за эту, за дороговизну покупаешь гибкость, потому что когда он у тебя здесь сидит, этот дизайнер, он есть, и когда он потребуется, вот он, и он может работу делать, и ты не ждешь, пока ты найдешь фрилансера две недели, да, и вот эти две недели это тебе стоит, эта гибкость как раз теряется, вот, ну, собственно, мы проговорили про то, зачем же все это, да, зачем, какие… Итак, мы разобрались с понятием некий agile, да? Да, мы с половинкой его разобрались. С половинкой, а какая еще осталась? Осталась вторая половинка, потому что вот эти же люди, agile-листы, мне кажется, сделали большущий шаг и вклад в наш современный там менеджмент, они сказали, слушайте, раньше, если нам был результат нужен любой ценой, то на сегодняшний день не хотим результат любой ценой, нам не все равно, как мы его получаем. Слушай, это очень важно, потому что ты мне немного рассказал об этом, давай это оставим вот чуть-чуть дальше. Итак, agile – это философия. Что такое скрам? Вот, скрам – это непосредственно, ну, люди услышали философию и говорят, да, понятно, мы понимаем, о чем ваша религия, да, а что нам делать-то, куда махать кадилом, как часто ходить в церковь, да, и, собственно, давайте конкретику, что будем делать. Соответственно, скрам – это на уровень ниже, это некое исполнение, да, вот, если хотим поработать, то делать можно то-то. И скрам предписывает совершенно конкретные вещи, там, три конкретных роли, скрам подписывает, приписывает, там, шесть конкретных типов встреч, которые нужно заиметь, чтобы был скрам, и артефакты определенные, там, четыре артефакта. Вот, грубо говоря, скрам – это фреймворк, который отвечает на вопрос, что делать, вот, нам надо делать работу, как нам ее организовать, да, это некий процесс организации труда. Точно так же, как канбан, точно так же, как экстремальное программирование, кристал, то есть, есть вот под этим аджайльным зонтиком или окутанный этой аджайльной философией. Множество инструментов. Множество инструментов, которые вы, там, вольны выбирать. Но самое главное, вот, и скрам, и канбан, и все, что угодно – это уже инструмент, это другого уровня, порядка. Да, конечно. Сейчас в основном, и я в практике фактически проехал вот за этот год уже все крупные города Российской Федерации, где мне повезло пообщаться с управленческой элитой, и мы говорили о темах управления. Большинство случаев – это собственники, которые являются генеральными директорами, которые хотят что-то изменить в своей компании, но не знают как, не знают что. Мало того, еще и информационный шум забит. Знаешь, когда им предлагаются решения, связанные не с пониманием себя, а просто вот какой-то есть сверху, давай делегировать, давай мотивировать, давай читай, накалывайся татуировки менеджера и так далее, и так далее, и так далее. У людей возникает, они вроде говорят, слушайте, ну мы же столько книг прочитали, мы столько там послушали этих ваших бизнес-спикеров, вы сейчас приехали и говорите, что вот надо про себя говорить. Зачем мне разбираться с самим собой? И вот здесь очень важный момент, я бы хотел, чтобы мы с тобой чуть-чуть остановились. Все-таки, когда мы говорим о философии, ведь я человек религиозный, например, я православный. Это же очень серьезная внутренняя работа. Начинается ли внутренняя работа с понимания и джайла самого верхнего человека, собственника и как? Конечно, ты очень метко все это приземлил, да, и опять же, именно поэтому мне тоже все-таки нравится вот это сравнение с религией, потому что давай предположим, что ты сейчас у нас православный человек, и вдруг я тебя пытаюсь заманить в буддизм, да. Это будет, меня это будет ломать, мне будет, ну, я же, опять же, добрый, я буду стараться с тебя выслушать, но это будет не совпадать с моей внутренней философией, с моими ценностями. Вот, и смотри, тогда получается, что если предположить, что все люди уже ходят с каким-то набором ценностей, да, каждый из нас уже, ну, верит во что-то, ну, так или иначе, вот, и когда кто-то приходит и начинает в компании проповедовать… Говорить о чем-то другом. Да, проповедовать что-то новое, а мы говорим, что это прям уровень философии, да, то понятно, что найдутся люди, которые не разделяют… Можно тебя поставлю на одну секунду, вот на паузу, смотри. Когда я говорю о менеджменте, я воспринимаю систему человек, коллектив с коллективным сознанием, собственник и его личность, и получается, вот в этой системе надо научиться играть, потому что зачастую собственники даже не понимают, какая коллективная культура, корпоративная культура у них есть, из чего она там, и вот тогда действительно возникает, ты со своим уставом лезешь в чужой монастырь, собственник живет в своей парадигме, коллектив живет в своей парадигме, возможно, они даже не мэчатся нигде, и тут приходим мы с тобой и говорим, слушайте, давайте делать там новые ценности, они все просто… Да, да, все обладевают. И, ну, тут точно хотелось бы отметить, во-первых, что собственник, ну, я люблю это тоже сравнение и часто говорю многим собственникам, с которыми общаюсь, что, ребят, вы каждое утро в зеркале видите отражение своего бизнеса, да, вот ваш бизнес со всеми, там, он унаследовал всех ваших личных тараканов, все ваши там, ваше мировоззрение, и то, как вы, ну, то, что вас бесит в вашем бизнесе, вы сами же и построили, да, и оно является следствием того, кто вы есть, вот, потому что это же вы нанимаете этих людей, вы же отстраиваете эти процессы, там прослеживается, ну, в каждой вот, в каждой ошибке прослеживается, можете даже переложить на личные наверняка свои какие-то переживания и увидеть отражение того, что у меня в бизнесе то же самое. То есть, если бы мы построили жизнь этого человека, то есть, внутреннее состояние компании было бы то же самое. Знаешь, очень важный здесь момент, мне кажется, он поворотный, ключевой, что коллектив не может переломить собственника, он может его подмять под себя, если он слабый, но собственник может изменить корпоративную культуру и изменить этот коллективный штамп убеждения, вот это только у него есть такое право, но начинается, опять же, все с самого себя. Все, да, все начинается с собственника, если мы говорим о компаниях маленьких, если говорить о компаниях крупных, то понятно, что там вряд ли собственник, особенно если их много, они делегируют это все управление. Там же топ-менеджмент, система корпоративного управления. Именно так, да, то есть, конечно, в корпорациях собственникам все равно часто до компаний, есть уровень правления, а правление, скорее всего, делегирует гендиру ежедневку, и тогда мы говорим про личность гендира, которая является определяющей. Малый, средний бизнес, собственник, если он гендир или собственник, который все равно, а большие корпорации это гендир и его топы. Да, да, соответственно, вот главная управленческая команда, если уж начинает преследовать какие-то изменения, то в первую очередь должна обратить взгляд на себя и подумать, а мы-то сами готовы менять. Во-первых, ну как далеки мы от этих новых философий, причем не важно, о чем мы говорим, да, это могут быть любые нововведения в компаниях масштабных. Абсолютно любые, план продаж новый или еще что-то. И вот здесь мы возвращаемся к твоей теме, результат не любой ценой. Что это значит? Вот, да, собственно, ну, скажем так, очень много корпораций на сегодняшний день позабыли, я говорю, позабыли, здравый смысл. Мы настолько пытаемся отстроить машину, независимую от людей, вот очень же притягательная мечта такая для многих собственников, как сделать так машинку по производству денег. Да, где у меня везде роботы, легко заменяемые, да, и вот она такая, машинка-то бездушная, но тема хороша, да, что она просто производит деньги, я могу уйти на пенсию и расслабиться. Вот, возможно, это немножко утопично, да, потому что, ну, мы все равно люди, никто не хочет быть роботом на сегодняшний день. Мне кажется, может быть, это когда-то было, да, вот, может быть, это наследие заводов. Мы когда-то строили заводы. Это научный менеджмент господина Тейлора. Можно сказать спасибо, что нам, так скажем, за, ну, не знаю, что ли, профукал нам лет 70, наверное, вот как мы социализм строили, да. Ленин же сначала был против него, а потом он сказал, что мы должны взять самое лучшее от этого капитализма. И действительно же индустриализация 30-х годов – это чистый Тейлор. Но мы как раз, вот опять же, что хорошо в Советском Союзе, мы пытались, нам тоже же был не любой ценой результат. Мы заложили очень важную ценностную основу, да, и там вот свободу, равенство, братство и много-много чего. Вот с Agile та же самая история. Мы говорим, что результат нам важен, но не любой ценой. Да, мы хотим гибких компаний, но хотим делать это экологично. Нам не все равно на людей, нам не плевать, да, нам не все равно там на то, как мы отстраиваем. То есть вот нам теперь процессы не так важны, как люди, да, хотя там до этого, возможно, мы очень на процессы напирали и очень на то, что машинку хочется. Нам сотрудничество с заказчиками становится важнее, чем там проработка деталей контрактов, потому что всем стало понятно, что невозможно придумать идеальный контракт. Да, невозможно сегодня, заключая годовой контракт, предусмотреть все, что получится. И если это заранее утопичная история, да, то можно, в принципе, три месяца упороться на то, чтобы с адвокатами все-все-все прописать, мы все равно все не предусмотрим, и тогда, когда настанет. То есть это вопрос даже не если он настанет, а когда он настанет, то мы пойдем в суд с контрактом. Но вот аджелисты сказали, слушайте, мы хотим те же самые три месяца убить не на адвокатов, а на отстраивание отношений хороших со своими, там вот, ну, я там, не знаю, вендор, заказчик, да, или еще кто-то, вот на хорошие отношения партнерские. И тогда, когда это произойдет, а не если оно произойдет, то когда оно произойдет, пойдем в Starbucks и там договоримся. Они в суд. Они в суд. Вот мы хотим в Starbucks, а не в суд. Это такой ментальный настрой, да, очень хочется в Starbucks там договариваться, а не в суде с контрактами. И этот ментальный настрой, конечно же, передает, ну, вот это определенная ценность. Ценности, да. Это уже возникают ценности внутри. Вот. Собственно, мы поговорили вот про люди и взаимодействие важнее процессов инструментов, как первая ценность. Вторая, работающий продукт важнее исчерпывающей документации, да, потому что очень часто нам очень важно все описать, как будет правильно, но потом долго описывая, мы забываем, что ли, что лучше бы делали интуитивно, понятно, работающий продукт. Мой опыт пока, чем больше документов было написано, тем менее они будут использованы. Ну, я не знаю, вот кто читал документацию на свой собственный телефон на сегодняшний день, если слушателей спросим, вряд ли там найдется. Ну, я спрашиваю часто просто там на конференциях и из зала там на 100 человек, ну, 10 рук поднимется. Ну, вот я помню, машину купил, я прочитал инструкцию в машине. Ну, на новое хочется, да, иногда. Интересно просто, да. Ну, это я к тому, что все равно люди очень, там, скорее всего, если ты понимаешь, как твой телефон работает, как отослать смс и как позвонить, наверное, все, как большинство людей просто там останавливается. И тогда вопрос, который стоит задаться себе, это а надо ли тогда, ну, вот так лучше, давайте продукты делать интуитивно, понятные, да, давайте сделаем все-таки наш продукт такой, чтобы, да не надо документации. Ведь дети не читают инструкцию к айпаду, они просто юзают его. Это гениальный продукт, да, я считаю, вот старые люди, да, там у меня мама освоила айпад там 10 лет назад, первый еще, да, там, ну, за один вечер я просто, я не мог ее, вот принципиально не мог на компьютер переучить, она мышкой могла чудеса такие вытворять, которые я не знал, что можно, да, и поэтому не смогла. Но когда я ей дал в руки айпад, сел с ней рядышком просто, и на все ее вопросы отвечал, мам, там одна кнопка? Вот, она мне, а как здесь, я говорю, мам, там одна кнопка? Она на нее нажимает и сразу же, оказывается, да, выходит на первый экран, вот, и у нее там, ну, за вечер вот четыре раза спросила, я сказал, одна кнопка, и все, она освоила, она сейчас уже там в одноклассе, я не знаю, там еще где-то, и я считаю, что это гениально, да, то есть вот нужно такие продукты стараться делать, на которые документации вот эти толстые, мы их будем писать, это не значит, что мы не будем, да, писать, мы будем писать, но мы все равно настрой ментальный, мы не на документацию, мы на продукт целимся, да. Третий пунктик, про который вкратце уже, в принципе, поговорили, нет, третий был про контракт, про сотрудничество с заказчиком, важнее проработки деталей контракта, мы проговорили про этот настрой, про Starbucks, да, и четвертый, как раз про изменения, про то, что реагировать на изменения важнее следования первоначальному плану, опять же, не стоит понимать это, как мы не планируем, да, это анархия, вот разгильдяйство и анархия, многие вот в голове это равно agile, да, но это не так, мы, ну, я понимаю, откуда это родилось, да, потому что как раз пункты манифеста говорят, например, реагировать на изменения важнее следования первоначального плану, но стоит отметить слово важнее, а не вместо, да, не вместо плана, мы не перестали планировать, мы планируем, возможно, даже больше с agile, чем раньше, мы просто по-другому пытаемся этот процесс планирования делать маленькими кусочками, да, мы пытаемся, ну, не загадывать на год, а загадывать на более короткие сроки, это не значит, что мы на год вообще не смотрим, мы смотрим туда тоже, да, но меньше значения этому придаем. Ну, и, соответственно, есть, конечно, понимание, что вот эти ценности, заложенные в agile, они дают совершенно иной эффект, если ты начинаешь применять инструменты изнутри вот этой философии, то есть тот же самый скрам без agile, как пиво без водки, деньги на ветер, вот, и это тоже, ну, у людей заняло очень долгое время понять, потому что был скрам, там, с 92-го года уже, был… И где ты работал? Был канбан, был… Шесть сигма. Много инструментов уже было, но не было самого слова agile, да, не было самой философии, у людей работало всё это, все эти инструменты работали, и они делились ими активно с миром, и получались случаи, когда человек поделился с кем-то скрамом, и там через месяц он ему отвечает, тот, с кем он поделился, говорит, слушай, какой-то скрам твой плохой, он не работает, я вот у себя попробовал, да, и всё, там, ну, не так всё, как ты красиво рассказываешь мне, и люди начали задумываться, слушайте, а почему у нас работает, вот есть много людей, и вот доказательства у нас работает, а кто-то взял тот же самый инструмент, и у него не работает, и тогда, ну, вот заняло 10 лет людей понять, что, слушайте, оказывается, есть люди, которые думают по-другому, они свой вот этот тейлорский менеджмент применяют, берут инструмент скрам, и у них очень плохо работает, потому что ценностная парадигма иная, но понятно же, что люди, ну, не первое, что мы с тобой подумаем, когда наш сосед взял у нас молоток, да, и говорит, молоток не забивает, а он его там ногой держать пытается, да, и не гвозди, а он им пытается пилить дерево там, да, например, вот, и мы, конечно, не понимаем, что у него в голове есть какие-то другие установки ценностные, да, которые не позволяют ему нормально работать. Я хотел бы еще раз вернуться к людям, вот, потому что, несмотря ни на что, люди – это такой уникальный ресурс, потому что, если вдруг сегодня в твоей компании люди не выразили согласие с тем, что ты предлагаешь, вероятность того, что твоя идея как реализация собственника и директора не работает, но, возвращаясь к тому, что только у собственника в малых и средних компаниях и у генерального директора в больших корпоративных компаниях есть, как, знаешь, по мановению дирижерской памяти, шанс изменить культуру. Изменение культуры равно расслоение коллектива, равно то, что люди какие-то, которые не хотят поддерживать новые парадигмы, уйдут, равно ли это сопротивлению предлагаем. Вот давай об этом поговорим, потому что, мне кажется, очень важно, потому что, зачастую, приходя в компанию, начиная говорить о ценностях, вроде собственник согласен, но ты уходишь, и тут же ему приходят люди, которые с ним сто лет проработали, и убеждают его в обратном, и все возвращается на круги свои. Да, именно все так, как ты говоришь, и это тоже достойно какого-то отдельного комментария. Любые, причем сейчас мы будем говорить про любые культурные изменения, можно забыть про agile, не agile. Мы хотим что-то поменять в компании. Change, да. И просто изменения. И на любые изменения компании реагируют, ну, как живой организм. Допустим, мы пришли с новой культурой, и опять же, не важно, какая она, но она новая, это означает, что вы людей в эту компанию не подбирали по этим параметрам до этого. Это не новая с чистого листа, это с теми, кто уже живет. Компания же есть, конечно. Так же, как мы с тобой говорили, что у каждого человека есть свои ценностные установки, уже есть. Уже, да. И он уже в компании. Логично предположить, что когда я прихожу с вот этими новыми веяниями agile, например, давайте, то люди внутри компании не все однозначно за. И я говорю типично, люди вот при таких нововведениях распадаются на 4 группы, которые их прямо видно. Кто-то, есть маленькое количество людей, которые за любой кипиш, кроме голодовки, они такие, agile, ура, там, скрам, ура, ханбан, ура, побежали. Ну, такие, их видно, да, часто такие энтузиасты, добрые, как собачки, язык нарушат, хвост виляет, вот, всегда за. Вот, и, ну, есть небольшой процент, но есть в таких компаниях, они любят изменения, они ими живут, это какие-то новаторы, да, их прет, а то их скорее мучает за Это хорошо, что они есть, их должно быть больше, меньше или в какой? Я думаю, мы не можем руководить этой историей. Оно само в себе как-то. Да, и, как бы, понятно, что тоже компания только из таких людей, она далеко, наверное, не уедет, они будут прыгать просто с каждого нового на следующий и никогда ничего не завершать. Вот, поэтому их нормально, ну, как бы, есть их какой-то там 3-5 процентов, это и хорошо, да, понятно, что не стоит целиться и отбирать с рынка только таких, вряд ли мы уедем на них далеко. Но они нужны, да, они как бы вот эти зажигалочки, которые драйверы помогают нам, да, вот это изменение начать, стартануть его. Вот, дальше есть, конечно же, люди, которые почему-то будут, ну, вот вашей ценности или то изменение, которое вы принесли, оно им вообще на 180 градусов, да, к их установкам внутренним. Не подходит мне ваш аджайл, это не про меня вообще, да. И я честно готов об этом заявить. Ребята, да вот Тейлор наше все, да, там мы должны отстроить машину, нам результат любой ценой, и вот давайте жгем, да. И не надо вот этих нововведений, мы их уже видели тут всех по 100 раз. И есть такие люди, которые… Уже по 100 лет работаем в компании. И уже три генгира пересидели, между прочим. И этого пересижу. Точно. С его нововведения. Поэтому есть люди с такими настроями, и они, некоторые активно из них прямо говорят о том, что, ребят, не надо нам вот этих вот. И дальше, конечно же, если вы руководитель, который намерен или собственник, который все-таки хочет преследовать то, что принес, наверное, с ними надо расставаться, но им можно помочь. Помочь. Поддержать их за их честность. Да, сказать, что, слушай, ну, здорово, что ты… Ну, то есть, это не значит, что ты плохой. Опять же, да, это просто… Ты просто другой. Да, другие ценности, как бы, они найдут свое применение в другой компании, да, не у нас. У нас, потому что вот сейчас меня так, да, там, мне хочется как собственнику. Вы тоже же вольны. То есть, мы посмотрели на тех людей, которые открыто проявляют свои позиции, но есть же те, которые не проявляют открыто. И там самое интересное, да, то есть, есть очень большая группа людей, которая ни за и ни против. Середина некая такая, да. И это довольно большая середина, потому что, в принципе, мы, как люди, довольно, ну, мы… Инертные. Мы инертные, да. Нам нравится, вот, как-то же настроилось, как-то работает. И любая система стремится к покою. Вот. Зачем меняться, да. Поэтому, в целом, вроде как звучит здорово весь этот ваш agile, да, как философия мне понятно, вот, но мне непонятно, а как оно… А что будет? Что для меня конкретно, да, что это означает? У меня, не знаю, у меня поменяется зарплата, или у меня какие-то новые ответственности зоны появятся, или у меня конкретно, да, вот, эффект внедрения этой новой истории на нашу организацию будет конкретно для меня, для моей позиции, для моих, там, соседей, ближайших коллег, друзей. Вот. И люди хотят посмотреть, просто говорят, слушайте, можно я вот в сторонке постою, посмотрю на эти ваши изменения и чуть больше узнаю, чуть больше пойму про то, какой будет эффект, и тогда примкну, ну, если мне понравится, то примкну, если не понравится, то скажу вам, что мне не очень нравится, я бы не хотел, да. И этот большой пласт людей, ну, назовем их нормальными, что ли, да, которые, большинство, так сказать, нету никаких нормальных, ну, все нормальные, но большинство. Вот. И дальше будет, конечно, очень интересный пласт людей, которые формально, они очень быстро понимают, про что это, они умеют говорить все правильные слова, они формально скажут, ммм, новое веяние, здорово, да, но сами крестик сложат из пальчиков за спиной, да, и начнут Это такие террористы внутри компании. Террористы, они начнут активно вставлять палки в колеса, говорить, я сделаю так, чтобы эта новая инициатива не полетела, да, и тут очень сложно их вычислить, да, то есть тут надо будет людей ловить за руку, по сути, на том, что он говорит одно, а делает другое. И непощадно расставаться. Да, и с ними нужно будет расставаться, потому что, ну. Сергей, скажи, вот ты, наверное, постоянно в этих проектах, да, то есть вот наиболее яркие, без названия, может быть, компаний, вот как собственники заявляли об этом, вот что они там декларируют? Ну, я думаю, мы можем даже сейчас с именами поговорить, и как два, вот есть две крайности, да, когда я говорю, представьте, мы приходим с новой инициативой, и кому-то очень хочется ее как можно скорее запустить, да, а кто-то думает, что мне скорость не так важна, мне люди очень важны, да, и, ну, или у кого-то, у каждого свои, грубо говоря, хотелки, но вот эти вот прям два подхода, их очень видно, и мы можем, например, у меня с банками как-то много вот сложилось в последнее время работы, мы можем там, ну, уже приличное время назад, как бы оба сейчас, кейсы про них можно говорить, потому что они уже как бы в прошлом, да, был такой Банк 24 раньше в Екатеринбурге, и когда-то Борис Дьяконов пришел ко мне, видел меня где-то после конференции, говорит, слушай, вот этот вот весь agile, agile, самоорганизация, мне очень нравится, по слухам, да, как бы, к тебя слушай, мне нравится, нравится вот почему, потому что, говорит, на сегодняшний день я как-то вот банком управляю в ручном режиме, все время надо что-то прискакивать, подруливать, а я бы хотел в кругосветку на яхте сходить, а вот не могу, и как бы, может, весь этот agile помочь мне в кругосветку сходить, сделать так, чтобы банк был самоорганизованным, да, чтобы команды были более самоорганизованы, чтобы люди не бегали ко мне каждый раз, там, за каждой мелочью, и я готов, ну, вот, мне надо быстро, да, я готов что угодно делать, лишь бы мы это быстро достигли, и я говорю, слушай, ну, мы, по сути, вот новые ценности приносим в компанию, ну, и рассказал ты эту всю историю про четыре типа людей, да, что люди, скорее всего, ну, не типа, что люди расслоятся, да, компания расслоится, потому что мы не по этим ценностям набирали. Буквально одну секунду, сколько на твой, вот, по твоему опыту, ты много правил проектов, занимает минимальный проект, чтобы что-то в головах у людей изменилось? Я думаю, ну, за полгода-год мы увидим первые результаты, да, какие-то, потому что все-таки помним, мы люди не роботы, да, и если говорить про… Даже привычка 30 дней меняет, в лучшем случае. Да, и говорить про то, что все-таки мы меняем сознание, мы меняем установки внутренней, образ мышления, да, я просто говорю часто, вспомните, когда вы хотели похудеть, или, там, от какой-то плохой привычки у себя избавиться, да, перестать есть по вечерам… Как трудно было. …ногти грызть, не знаю, любую, да, свою, там, вспомните, можете вслух не говорить, просто вспомните, когда было трудно самому, ты хочешь этих изменений, ты хочешь перестать эти долбанные плюшки, да, по вечерам грызть, вот, но ты не можешь, и это же то же самое. То же самое, абсолютно. Это работа над самим собой. Кропотливая, да, и причем ты лучше меняешься, если кто-то рядом будет тебе постоянно комментировать, ну, слушай, опять плюшку хватаешь, ну, зеркалить, да, тебе надо зеркалить твое собственное действие, твое поведение, там, если жена тебе будет говорить каждый раз, что ты берешь пончик, опять, да, ты же говорил вчера, что ты не будешь, а ты его опять берешь. И вроде жена врагом становится здесь. Да, и ты начинаешь думать, блин, вот могла же промолчать, да, а ты его все равно хочешь и жрешь, вот, и это вот история именно про это, поэтому также в компаниях, да, как бы мы полгода-год точно нужно на то, чтобы у людей что-то зашевелилось, и люди начали куда-то, чтобы мы увидели этот эффект. Итак, кругосветка, ты говоришь, год минимум, вот, Боря говорит, слушай, через год уже кругосветка, поэтому надо быстрее, давай вот полгода, окей, можно как-то увидеть через полгода? Я говорю, слушай, ну, вряд ли все люди успеют поменяться за полгода, это утопично. И он говорит, и что? Я говорю, ну, придется расставаться, он говорит, если надо всех уволить, я уже уволен. Вот, то есть он был очень серьезно настроен, и, ну, до сих пор он считает, это нормальный успешный кейс, потому что у него была четкая цель, он честно вышел перед организацией и сказал, ребята, вот наши новые ценности, кто не с нами, ну, кто не спрятался через полгода, я не виноват, всех уволим, и если, грубо говоря, вы сейчас понимаете, что вы такими не хотите быть, мы вам сейчас лучше сразу скажите, да, мы вам поможем поменять работу плавно, да, мы сделаем какую-то там программу поддержки денежной, какой хотите, там, напишем вам хорошие рекомендации дадим. Все это будет, но давайте по-честному, да, потому что через полгода будет по-плохому, да, если мы вас поймаем за руку через полгода, что вы не такие, мы вас просто выставим за дверь. И я считаю это честно сказать это в первый день, потому что у людей теперь есть полгода на то, чтобы переосмыслить, да, как бы я хочу вообще туда или не хочу, если хочу, то вот мне вроде предлагают помощь, да, и готов, я готов меняться, и помогите мне. И в то же время, если я не хочу, мне тоже предлагают Да, если я не хочу, то мне тоже вроде как не отказывают. И это, мне кажется, очень ценно, ну, то есть вот, это честный подход, да, и он быстрый, но он все-таки немножко, ну, придется расставаться, да, с большим количеством людей точно. И диаметрально противоположный пример можно привести из Альфа-банка, где когда мы говорили про эти изменения 2 года назад, может быть 3 уже, с Алексеем Марием Гендиром, Алексей сказал, а я не готов с людьми расставаться, я считаю, что всем людям надо дать шанс. И у него такой вот человекоцентричный подход был. Экологичный. Он говорит, давайте мы будем упаровываться личным коучингом, мы будем говорить, как тебе помочь, ну давай меняться. И понятно, что все равно найдутся люди, которые не захотят, но они уйдут сами. Если нам надо 5 лет или 7 лет, пусть это будет так, мы просто заявляем новые ценности, мы начинаем к ним кропотливо по шажкам идти, мы начинаем поддерживать всех людей вокруг нас, мы начинаем комментировать там, где они ведут себя не так, и личным примером показывать, чего мы хотим от людей. Но займет это 7 лет, ну и бог с ним, мы готовы идти в длинную. Это диаметрально противоположный подход, он очень долгий, но он очень экологичный в том плане, что он не давит на людей. И поэтому можно сказать, что есть вот эти две. И уровень давления собственник или руководитель может выбирать сам. Ты сам можешь поставить эту планку. Хочу я видеть через год, через полтора, или я готов в долгую, или мне надо прям завтра погнали всех менять срочно. Понятно, что, например, самый быстрый способ, конечно, набирать людей сразу таких. То есть, грубо говоря, всех уволятся. Это второй шаг, когда ты понял, какие ценности, ты по ним пожил, и теперь на собеседовании ты говоришь, слушайте, а в нашей компании такие ценности. Ну вот есть примеры, в принципе, компаний, которые говорили, что мы всех увольняем и перенанимаем завтра, фильтруя людей получалось такое. Ну, на примере того же ING говорил, что делал именно такой ресетап. Да, у них получалось в моменте как-то пересортировать людей. Ну, грубо говоря, представь, что все увольны, всем нужно подать заново заявление на работу на свою же позицию обратно. В их случае они причем еще и позиции сократили. То есть, они просто заресетили всю организацию. Причем не так, что все осталось, как было. Они еще новую оргструктуру подложили и сказали, вот здесь, к сожалению, меньше позиций, чем у нас было, поэтому будет, ну, кому-то придется уйти. И там договорились с профсоюзами. Слушай, на самом деле, это же очень такая вот, ну, правильная вещь, когда ты говоришь, слушайте, а давайте заново все примемся к себе на работу на новые ценности. И вот тут некий как бы, а вот дай мне, пожалуйста, такой момент, одну секунду буквально. Вот собственник, понятно, первое лицо. Получается ли, возникает ли какой-то новый комитет, комитет людей, ну, условно говоря, комитет, неких наиболее активных, которые помогают собственнику вот это там рулить. Знаешь, такой комитет по ценностям или что-то такое. Да, да, не комитет, обычно называется transition team, да, именно команда изменений. Команда, которая поддерживает эти изменения, это самые как раз вот инициативные люди, скорее всего, разделяющие этот набор ценностей уже, да, им почему-то запало это в душу. Скорее всего, они такие были до этого. Да, то есть, вот эти люди, ну, это видно, мы, когда приходим большие компании, мы начинаем с обучения часто большого количества руководителей. Ну, то есть, в Альфа-банке мы отучили всех топов, и всех топ минус один, это на уровне топов там 25 их было, и на уровне минус один. Обучили чему? 170. Вот просто этим новым принципом, этой философии новой, да. Сколько по времени занимает такое обучение? Три дня. Три дня, это трёхдневный такой тайминг тренинг. Да, трёхдневный тренинг, где просто людям хотя бы показать разницу, да. А вот получается, вот эта отсортировка до обучения должна пройти, или после обучения? Нет, конечно же, обучение даёт людям проявить себя, да, то есть, на обучении оказывается, что многие люди хлопаются о полу и говорят, блин, я всю жизнь такой, я не знал, что у этого названия есть, да. Ну, им ложится это прямо, и ты понимаешь, что вот они твои, это опора твоя, да, вот они твои инициаторы изменений. Фантастически, прям вот фантастически, можно было бы говорить часами, но у нас осталось 10 минут, до конца даже меньше. Сергей, нас смотрят по всей стране, простые компании, вот я сейчас тут буквально, Саратов, Екатеринбург, вчера был в Питере, там 850 человек сидели, ждали вот этих вот новых идей. Дай, пожалуйста, какие-нибудь простые, практические приёмы, с чего начать, какие вот, ну, понятно, что им нужно будет получить эту информацию, но вот сейчас от тебя, ну, знаешь, только пять шагов, чтобы быть чуть-чуть другими. Ну, я бы точно начал с... с Ганди, да, который сказал, хочешь... Хочешь изменения мира? Начни с себя, да, поэтому эта история про то, что вы, как, если вы собственник или гендир, ещё раз помедитируйте на эту тему, вот глядя утром в зеркало, бреясь там, или знаю, что вы делаете, да, если у женщины, то красись. Кто я, да, с каким набором ценностей и установок я существую сейчас, да, живу, увидьте эти установки в своей компании, да, вы увидите, подумайте про свои слабые места, вы найдёте их. Сделайте свой свой анализ. Да, свой собственный анализ, и вы увидите там, не знаю, проанализируйте свою личную жизнь, вы увидите свои минусы у себя в работе. Вы увидите, что у вас, а в компании-то вот оно точно так же, и вы поймёте, что проработая какую-то сторону себя, вы решите себе кучу проблем и в бизнесе, да, в том числе. Точно. И это прямо вот очень хорошее начало, понятно. Вот. Шаг 2. Шаг 2, ну, давайте скажем про то, что мне кажется, это вечно учиться, да, что ли, вот жажда каких-то знаний, мир всё-таки слишком быстро меняется на сегодняшний день. И остановиться в развитии значит проиграть, да, ну, умереть, по сути. То есть, если ты стоишь и не движешься, ты откатываешься, как в той же сказке Алиса, да? Да. Это как, помнишь, она попала на вращающийся диск. Чтобы стоять на месте, надо бежать, а чтобы идти вперёд, надо бежать в два раза быстрее. Вот. Да, это история про это, потому что нам нельзя останавливаться в собственном обучении, в собственном развитии, поэтому я бы сказал, что, ну, поставьте себе, это личный план для себя. Мне кажется, что каждый топ-руководитель, каждый собственник, ну, раз в квартал должен куда-то сходить, что-то черпнуть. Что-то почитать. Да, я, почитать, куда-то сходить, на какую-нибудь, я очень, кстати, люблю непрофильные конференции, вообще не про, там, вот не agile, не скрам, я там на конференцию металлургов взял и поехал, думаю, а что там вообще, про что эти отрасли думают? Они же другие совершенно, да? А что у них там? Я вижу, какие-то вещи пересекаются, какие-то совершенно новые, которые ты думаешь, блин, ничего себе, это же можно у меня так сделать, да, там по-другому. И вот как-то расширяйте свои горизонты, что ли, да, старайтесь шире, шире смотреть, что из многих вот этих, там, кажущихся далеких индустрий можно себе много чего полезного принести. Шаг 3. Третье, я бы сказал, это все-таки про команду, это все-таки про людей. Ваш бизнес, конечно же, он на людях построен, любой бизнес, это отношения, да, и поработать над качеством этих отношений, это коммуникации, это то, как, ну, например, я не знаю, умеем ли мы давать обратную связь, да, конструктивно так, чтобы человек не обиделся. То есть, может ли вы поговорить с работником, со своим или с подчиненным, или с коллегой о чем-то плохом, ну, плохом. Ну, чтобы человек ушел, чтобы человек не придавлен, да. Он должен чувствовать заботу, да, мы говорим о неприятных вещах, но это история… Не про личность. Это не про тебя конкретно. Это про функции. Да, это про что-то, что мы сделали, это про что-то, что мы наблюдали, и это не ты плохой, да, это «Давай постараемся избегать таких проблем в будущем, чего нам нужно поделать». Поэтому, вот, конструктивное давание обратной связи, и мне вообще очень нравится эта идея, вот, есть такая… Маршал Розенберг, есть такой человек, и он пропагандировал, пока не умер, non-violent communication, ненасильственное общение. Он говорит, что в нашем общении человеческом очень много насилия, не прямого, да, а словесного. Мы друг друга задеваем зачем-то, подкалываем, да, и какой-то вот это вот сарказм, это всё… Постоянная критика. Или обобщение, да, там, ну ты вечно. Да, да, да. Вечно – это же не вечно, это конкретный пример, там, один-два раза. Знаешь, я вот, я очень люблю слушать радио «Вера», сегодня появилась такая хорошая, ну, не в плане того, что я христианин, и она в целом о христианстве. Там много разных интересных вещей, но есть одна очень важная вещь касательно отношения друг к другу. Нет, говорит, заповеди требовать от другого поведения такого, какого тебе нравится, и заповедь любить другого таким, как он есть. Вот, это можно запросто в правилах, да, любить другого такими, какими. Последний, четвёртый шаг. Ну, из того, что мы… С чего начинать изменения? Ну, с чего мы ответили, да, начните с себя. Я думаю, что, ну, попробуйте отстроить общение иное, да, вот поднимите, переведите общение в компании на иной уровень. Попробуйте общение сделать экологичным, попробуйте сделать, чтобы там… ну, вот даже встречи, просто встречи, да, посмотрите, как мы встречи проводим, ведь куча встреч уходит в никуда, в песок. Нет никаких ни экшен-планов, да, ни что поделать, ни кто сделает и когда. Мы просто проговорили, мы попили кофе и булочек поели и разошлись. Как бы, ну, это отвратительно. Мне кажется, что там вот даже просто наладив культуру встречи, это очень простой шаг, но он очень или ведет к гигантским изменениям в компаниях. То есть, мы часто погуглите живые повестки, погуглите что-то… фасилитация, да, вот эти вот… есть много чего в современном мире, что позволяет исправить коммуникации в компаниях. И это гигантский прыжок просто для любого бизнеса, мне кажется. отладив коммуникации внутри компании, это переводит бизнес на новый уровень. Фантастика! Я получил колоссальное удовольствие от сегодняшнего эфира. Коллеги, друзья, предприниматели, собственные, генеральные директоры, большие люди, большого корпоративного бизнеса. Аджайл, скрам и канбан – это разные вещи. Аджайл – это философия, это все то, что объединяет нас под этим зонтиком, а внутри уже инструменты. Первое. Любая философия начинает со своей собственной веры, с работы над самим собой, с осознания того, кто ты и во что веришь ты. Если ты принимаешь как первое лицо эту философию, ты должен поговорить на новом уровне общения со своим ближайшим кругом. Поговорить и посмотреть, готовы ли они разделить твою философию. Если они готовы, дай им право поговорить со своими подчиненными. Каскадируй эту передачу видения. Соберитесь все вместе, честно поговорите, что мы теперь хотим быть другими. Что для нас клиент важнее, что изменение важнее плана первоначального и так далее. Все философии Джайла. Сделайте простые четыре шага. Первый – спросите себя. Второе – развивайтесь. Третье – думайте о своих людях. Четвертое – общайтесь по-другому. Прекрасный план. Сереж, последнее. Твоя личная философия. Как ты стараешься удержать себя на этом уровне постоянного развития? Что тебе помогает? В чем твой секрет успеха? Прекрасное резюме, во-первых. Роман, я тебе хотел сказать спасибо. Прям здорово такое сделал. Самари. А по поводу моего секрета успеха, я скажу так. Идите туда, куда… Где страшно. Мне нереально страшно каждый день за… Мои выборы, да, то есть, то, что я делаю. Но вот этот страх и его наличие говорит о том, что если страшно, то там что-то есть. Там что-то новое, оно не знакомо. То есть, это означает, что я не повторяю вчерашнее. И это очень, ну, научиться жить с этим страхом – это другая история. Но вот для меня это некий индикатор. Иди туда, где страшно. Спасибо тебе большое. Уважаемые друзья, сегодня в гостях у нас был Сергей Дмитриев. Вот вначале он представился, попросил меня представить как организационный терапевт, но я бы хотел сказать по-другому. Когда у нас начинает какая-то боль физическая, мы зовем врача, потому что суть, философия врача – помогать, лечить. И настоящий врач, он дает клятву, да, не навреди. Так вот, мне кажется, в этом смысле, что ты и твоя философия, она очень мне близко, что мы где-то очень близко с тем, что мы хотим помочь вылечить, не навредя, помочь человеку осознать самого себя, и через это трансформировать себя, свою компанию, всех окружающих. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Всех благ, до встречи через неделю в программе «Бизнес-завтрак» на радио «Медиаметрик» с Романом Дусенко. Исследуем эффективности управления.